Раиса Пантелеевна 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 Но постараюсь, так, близких, самых прекрасных. А Раиса Пантелеевна не рассказала еще об одном своем увлечении. Ну, во-первых, я тоже же уехала вследом за ней на целых 20 чем-то лет в Челябинск. И тоже же вследом за ней вернулась вот в Орск, да. Хотя не знаю все-таки, где я буду жить, как до сих пор все думаю, где лучше. Вот. И здесь, когда она уже вернулась, будучи на заслуженном отдыхе, да, правильно? Да, да. Взяла предприятие «Радугу кафе» или кондитерский цех? Ну, нет, это я когда приехала, вернулась сюда, меня пригласили работать в администрацию, но уже все изменилось. Ну, спасибо Наталье Борисовне Наумову меня пригласила. И сделала из этого кондитерского цеха конфетку. Да, был кондитерский. Захожу в магазин и говорю, а у вас есть рулеты, вот которые мы твои ели, вот эти рулеты? 10 лет я там проработала. Да, ты подняла этот цех, раскрутила его. Да, хорошая бригада была, хорошие девочки были, дамы. И вот я ищу рулет с повидлом. Если я его нашла, я вспомнила, что это твой рулет с повидлом. Это ты там такое все организовала. Я была с вами работать в 70 лет, я уже ушла на отдых, только в 70 лет. До 70 лет продолжала работать. Продолжала работать. Ну и, наконец, дорогие телезрители, вот если вы смотрите передачу «Встреча у Камина», всегда сопровождает меня вот этот цветочек. Сейчас уже у меня появился побольше цветочек, покрасивее. Но сделан он твоими ручками, Раиса Пантелеевна, правильно? Ну, я еще занималась. Чем же ты сейчас начала у нас заниматься? Ой, я занимаюсь многими. У нас стоят картины твои. У меня время очень много свободного. Летом я, конечно, занимаюсь на даче. Ну, даче, как у сына там помогаю. А так в свободное время я занимаюсь, вот рисую картины, вышиваю бисером. Вышиваешь бисером и вот вышиваешь какие-то… Ну, это первое начало мое было. Ну, это начало уже три года здесь живет, сидит и ей тут хорошо. Да, это было мое начало, а сейчас совсем другие. И я думаю, иногда смотрю. Увлекаюсь, увлекаюсь, что мне понравится. Я стараюсь чем-то увлекаться, чтобы у меня время было занято. Я очень много хожу, постоянно увлекаюсь вот этим. Это не случайно, дорогие телезрители, я задаю такие вопросы, потому что в таком возрасте можно просто лечь и, так сказать… Нет, я этого не делаю. И уже прямо все, и не вставать, и это самое. А можно вот жить так, как живут наши уралочки. И среди них Раиса Пантелеевна Кожина. Член огромной династии семьи Швец. Очень творческий человек. В канун большого юбилея, большого. Цифры принято у женщины не называть. Но она только за работу оставила в 70 лет. Так о чем говорить, к какому возрасту человек подходит. Ну и ты сама вот считаешь, как трудновато жить в таком возрасте? Я считаю, что нет. Абсолютно. Нет, не трудно. Не трудно? Не трудно. Конечно, утром иногда встаешь тяжело, сложно. Но стараешься, если ты над собой работаешь. Я, конечно, без зарядки не обхожусь. Я делаю зарядку, принимаю душ и стараюсь чем-то заниматься. А наряжаешься, как до сих пор. Ну, я уже, наверное, привыкла к этому. Да, привыкла уже. У нас как-то девочки все такие. Вот как... Людят красивые одеваться. Конфетка идет, Раиса Пантелеевна, и при этом продолжает изумительно готовить. Да, это мое хобби. Идет в гости обязательно с приготовленным каким-то блюдом. Это мое хобби. Это ее хобби. Она кондитер в душе. Мама, бабушка, прабабушка уже, да? Мама, бабушка, парабабушка. В общем, все три в одном. И, наверное, Раиса Пантелеевна все-таки все равно жизнь удалась. Как считаешь? Удалась. Удалась. Я не обижаюсь на свою жизнь. Я прожила жизнь красивая. Ну, не только я, и мои сестры все тоже хорошо. Все хорошо жили. И живут, и сейчас вот сестры хорошо живут. Обижаться не. Это спасибо нашим родителям, что у нас были такие родители. Поэтому я должна сказать, что всегда любите свою семью, любите своих детей. Как можно больше внимания уделяйте им, чтобы дети ваши чувствовали близость родных. Мамы и папы. А мы это всегда чувствовали. Поэтому они у нас в памяти навсегда родители. Ну, а я только остается добавить словами стихотворения. Кто придумал судить о возрасте? По числу набежавших лет. Но если ты полон бодрости, если мил тебе целый свет, если мир твой рисован красками, где отсутствует серый цвет, если ты не скудеешь ласками и мечтательно, как поэт. Нет, не стоит судить о возрасте по числу промелькнувших лет. Если ты и так полна еще бодрости, значит старости места нет и не будет. Ну вот, дорогие телезрители, мы вам рассказали еще об одной судьбе. Вот, о Раисе Пантелеоне Кожаной, о ее семье. Вот мне моя близкая подруга сочинила мне стихотворение. Галина Калиниченко, она же поэтесса. Да, она была у нас в ростях. Что она тебе сочинила? На часах уж восемьдесят лет, словно звездочка дальняя в небе. В жизни годы быстрее ракет, даль летят, где ни разу я не был. Уже долго идем по земле, каждый день мы с улыбкой встречаем. Еще держимся крепко в седле, средь друзей никогда не скучаем. Вместе дружно с тобой идем, наша жизнь, не дай бог, спотыкнуться. Если так, это новый подъем, чтобы на пройденный путь оглянуться. Мы гордимся великой страной. Долгий путь шли и стали седые. Обзаводимся мы сединой, но душе навсегда молодые. И я всем вам желаю, чтобы вы никогда не чувствовали старость, и никогда не задумывались о том, что вы стареете. Оставайтесь и будьте всегда молодыми и крепкими. Ну что ж, дорогие друзья, жалко расставаться с Раис Пантелеевой. С ее искусством. Я по-прежнему уговариваю ее показать ее искусство на уральской кухне, поскольку это профессиональный мастер-кондитер. И думаю, когда-нибудь уговорю. И хорошая память останется о твоем поколении, о моем поколении в городе, благодаря тому, что есть история. История в книгах, в песнях, в телепередачах, которые идут и на телеканале Евразия, и у Фанат-166, и на Орск.ру. До новой встречи, дорогие друзья, с интересными людьми нашего края, города, региона, области. Всего доброго. До свидания. Спасибо.